Уважаемый глава, давайте поговорим о спорте. Вот тут вот предложение интересное. На днях 22 года исполнилось нашему известному футболисту Магомеду Аздуеву. Просит вас его поздравить в прямом эфире. Поздравляю. Магомед, конечно, хороший парень и хороший футболист. А скажу сразу, пусть он на меня не обижается, довольно серьезными амбитиями. Не по возрасту, но это тоже хорошо. Они здоровые амбитии. Где-то в какой-то степени я ему даже посоветовал так придержать свои амбитии. Я рад, что он играл в одной команде Московской, сейчас играет в Рубине. Я рад, что он попал в сборную страны по футболу. И хочется, чтобы он на чемпионате мира в 2018 году показал себя, проявил себя. Поэтому, Магомед, в день твоего рождения поздравляю. Желаю тебе, чтобы ты работал на 4 часа больше, чем твои друзья, которые в команде. Иначе успеха не будет. Поэтому постараюсь сделать так, чтобы в 2018 году Ингушетия звучала так же хорошо, как это было в 2012 году, благодаря нашему великому летчику, налогаштолцу Лунбеку Асканову. Сделать так, чтобы 2018 год был годом Ингушетии, благодаря тому, что ты там на чемпионате мира будешь забивать голы. Спасибо. Но, к сожалению, не все наши ингуши, ингушские футболисты так хороши. И вот жители беспокоят проигрыши Ангушта. Внимание на экран, даже есть вопрос по этому поводу. Ингушетия У них подряд там проигрыш, 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 проигрыш. Мы их там, ну, так вот они выскочили и в ФНЛ, потом добросовестно обратно заскочили обратно во второй дивизион. Но, опять же, я хочу сказать поддержку наших футболистов и тех, кто работал. Нельзя сказать, что они плохо работали, те, которые были раньше в команде. Нам хочется все сразу. Я не буду назвать другие субъекты. Посмотрите, что стали субъектом, где были миллионеры клуба и все остальное. Ребята, вы должны понимать одну вещь. Футбольный клуб, который там в год осваивает 35 миллионов, ну, такой же результат он дает на 35 миллионов. И думать о том, что они дадут лучший результат, ну, глупо. Мы не можем больше давать. Опять же, с точки зрения, что не все наши земляки хотят поддерживать наш футбольный клуб. У них тоже есть своя причина. И мы не можем бюджетные деньги выделять футбольному клубу. Сейчас, благо, одна компания помогает нам и в ближайшее время выделяет средства. И на год берет эту проблему на себя, чтобы разгрузить наш... А мы с бюджетом не можем, мы ищем постоянно эти деньги, чтобы выплатить. И сегодня наши футболисты не получают, ну, два месяца зарплаты. Как вы хотите. На голодном поеку, чтобы люди работали. Я это, как глава республики, признаюсь. Почему? Потому что нет возможности содержать. Нет возможности содержать футбольный клуб. И здесь я благодарен тем ребятам, которые играют, несмотря ни на что, тем легионерам. Да, мне хочется, я об этом говорил, чтобы, ну, хотя бы 80% играли наши. Но я говорил об одном, когда говорил, что в нашей команде будут играть только российские футболисты. Я не считаю там, они отдельные иностранные государства. Говоря про российские футболисты, я не исключаю игру и азербайджанцев, и грузин в нашей команде. Они тоже есть хорошие футболисты, которые приезжали там, и за Кавказских республик в том числе. Но в нашей команде будет только наши футболисты играть. И когда я это говорил, я не говорил, что это будут только ингуши. Но мне, конечно, хочется, чтобы больше было наших игроков, как минимум 80%. Сегодня я там вижу где-то, ну, порядка 30-40% этой легионеры. Но то, что сегодня они или выигрывают, или проигрывают, это не связано с тем, что там большое количество легионеров. Это связано с тем, что есть команда, которая начала играть, которая играет, которая наращивает, и которой надо просто время, чтобы выигрывать. Сегодня они на шестом месте, я так помню, на турнирной таблице. И если они до конца сезона останутся на шестом-пятом месте, я доволен, буду их игрой. Но давайте, если их требуется настолько, сколько мы им даем. Спасибо.